Новости спорта Новости спорта Новости спорта Новости спорта Продолжение следует... А в Челябинске на проспекте Ленина появился новый арт-объект. Огромная шайба диаметром 3,5 метра к чемпионату мира по хоккею среди юниоров, до которого, кстати, осталось ровно два месяца. Шайба возвышается на разделительной полосе на проспекте Ленина между улиц Энгельса и Энтузиастов. Монтаж начался сегодня днем и закончился ближе к вечеру. Диаметр арт-объекта 3,5 метра, а масса 2,5 тонны. Выполнен хоккейный атрибут из композитного алюминия. По внешнему виду напоминает сэндвич. В него входят алюминиевые пластины, покрытые лакокрасочным слоем снаружи, а между пластинами полимерный наполнитель. Изготовили шайбу за две недели. Сложность была единственная, это транспортировки. Что ей пришлось в разобранном виде вести, по габаритам не проходило. Такой же арт-объект установили и в Магнитогорске. Напомню, чемпионат мира по хоккею среди юниоров пройдет в двух городах Южного Урала. В Челябинске и городе Металургов. С 19 по 29 апреля. Вот так с акробатическими этюдами и точными голами Динамо выигрывает два дня подряд команду из Ставрополя «Трансгаз». А Челябинские волейболисты в этом туре чемпионата России выше Лиги А зарабатывают возможные шесть очков. Мы очень рады, что взяли шесть очков. У нас как бы особо других вариантов и не было. Тренера сразу обозначили задачу, убрать максимум от этих игр. В первый игровой день встреча закончилась со счетом 3-1. Во второй хозяева не оставили гостям ни единого шанса, обыграв сухую. 3-0. Хотя главный тренер «Динамо» поделился, что ошибки были и их будут исправлять. Хотя в нашей лиге, как я уже говорил, что нет слабых команд. То есть, хотя команда Ставрополя идет на последнем месте, но увидели игры в Ставрополе очень тяжело. То есть, там буквально пару мячей, и все решало, в какую сторону качнется качель. Победа в ту или другую сторону. Впереди у команды остается 4 тура чемпионата. Сейчас челябинцы на втором месте турнирной таблицы. Но впереди игроков ждут сложные матчи с принципиальными соперниками МГТУ и Дагестан. Домашние же игры пройдут снова во дворце спорта «Нитар» 10-11 марта. На сегодня это все спортивные события. В завершении – олимпийский факт. В 2002 году на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити произошло беспрецедентное событие. Золотыми медалями по фигурному катанию были награждены представители сразу двух стран. Золото получила не только российская, но и канадская пара. Далее происшествие с Дарьей Шведовой. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова